Почти 70 тысяч человек получают помощь в Нягонском онкоцентре. Медучреждение подвело итоги работы. Так, с августа 2021 года по настоящее время в Центре амбулаторной онкологической помощи получили консультацию порядка 22 тысяч человек. Специалисты провели 450 процедур химиолечения. В этом году диагностировано 179 случаев онкозаболеваний, 109 из которых на ранних стадиях. В феврале этого года учреждение запустило проект психологической поддержки пациентов «Живу, действую, борюсь». Задача медицинских работников не просто выслушать или дать совет, но и найти вариант выхода из стрессовой ситуации. В проекте приняли участие десятки нягонцев в возрасте от 42 до 73 лет. В Югре снизилась заболеваемость ВИЧ. Только за последний год показатель стал меньше на 8%. А динамика распространения инфекции от матери к ребенку нулевая впервые за многие годы. Об этом на площадке РИЦ Югра рассказала представитель Центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья Бугаева. Специалист отметила, что в обществе до сих пор не сформирована культура ежегодного планового обследования. Порой пациенты узнают диагноз уже когда заболевание начинает проявлять себя. По статистике в Югре проживает 16,5 тысяч ВИЧ-инфицированных. Самому возрастному пациенту исполнилось в этом году 84 года. И чем позже у человека выявлена ВИЧ-инфекция, тем сложнее восстановить иммунный статус. То есть подобрать ему терапию, чтобы было меньше сопутствующих заболеваний, осложнений на фоне ВИЧ-инфекции. Поэтому я призываю обследоваться на ВИЧ как можно чаще, когда есть возможность. Например, даже если вам предлагают при диспансеризации обследования на ВИЧ, то есть не отказываться. На данный момент эта услуга предоставляется государству бесплатно. Многофункциональный рентгенаппарат уже занял свое рабочее место. Теперь у Новоаганской районной больницы спектр услуг пополнится. Качество снимков станет выше. Кроме того, пройти обследование смогут и пациенты, чей вес превышает 200 килограммов. Раньше процедура была доступна лишь жителям легче 120 килограммов. Время проведения процедуры займет гораздо меньше, чем самым увеличит пропускную способность нашего кабинета. Качественное изображение снимков. Станция врачебная, она во всяком случае, как в параметрах заявлена, оснащена высокоточным монитором. Поэтому изображение будет получено более детально, информативно, что разрешит получение более точной информации для постановки диагноза. Также на новом аппарате лучевая нагрузка меньше в 10 раз. Это плюс не только для пациентов, но и для медработников. После того, как все монтажные работы будут завершены, рентгенолаборант пройдет инструктаж и приступит к работе. Стоит отметить, что за последние пять лет в Новоаганской районной больнице регулярно обновляется оборудование и появляется новое. Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в 2018 году. И в рамках этой программы мы получаем оборудование ежегодно. Это аппарат отечественного производства. Давно на рынке находится производитель данного аппарата. Зарекомендовал себя как один из лучших. Мы очень довольны, что получили данное оборудование, потому что действительно качество соответствует мировому уровню. Все полученные данные специалист сразу же увидит на экране. К слову, на этом аппарате не нужно печатать изображение. Тратить на это время и специальную пленку. Все в памяти компьютера. Катерина Третьяк, Алена Новик, Наталья Бутикова, Эдуард Шарапов. Телевидение Нижневартовского района. Новоаганск. Специально для ЮГРА-24. Сургутскому району первому и пока единственному в ЮГРЕ доверили реализацию программы по расселению. Из фенольного жилья. Во многом потому, что муниципалитет уже не первый раз показывал, как умеет эффективно решать такие задачи. Средства выделили меньше месяца назад. 270 миллионов рублей. Уже приобретено 45 квартир. На следующей неделе вручат первые ключи. А в 2023-м остальные семьи отметят новоселье. Надеюсь, что эта программа будет иметь продолжение в следующем году. Ну, потому что помимо большого количества аварийного жилья, у нас еще и большое количество фенольного жилья. Без малого 2000 квартир, 80 тысяч квадратных метров. Если бы эта программа продолжила работать, продолжилась ее финансирование, это было бы огромное подспорье районов. То есть можно было бы двигаться двумя путями и по аварийке, и по фенолу. В 2022-м в Сургутском районе на расселение аварийных домов направили 1 миллиард 800 миллионов рублей. Такими темпами скоро к новоселью будут готовиться и жильцы домов, признанных ветхими после 2017 года. Пока эту программу в Югре реализовывать не начали. В уходящем году в районе сделали большой шаг вперед для того, чтобы перевести школьников на обучение в одну смену. Заработали новые корпусы общеобразовательных учреждений в Нижнесартымском и Солнечном. Теперь на очереди Белый Яр возводить школу начну в 2023-м. В планах на наступающий год также открыть в этом поселении культурно-досуговый центр. Не забыли и про спорт. Я надеюсь, все-таки не будем растягивать на два года. В следующем году ведем Лямина, хоккейный корт, и спортивный зал Русский Скайя, спортивный зал и хоккейный корт, и Угуд, хоккейный корт. Вот пять объектов спорта, это такие большие, которые связаны с капитальным строительством. Будет три больших уличных площадки. Ну как это, даже не площадки, это вот для понимания, одна площадка, это заменить стадион на солнечный. Ввод жилья и объектов соцкультбыта, создание комфортных условий для жизни, формирование кадрового потенциала, привлечение инвестиций, развитие бизнеса. Все это взаимосвязано. И власти Сургутского района продолжат работу в данных направлениях. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра», Сургутский район. Еще полгода назад справа от главной поляны центра «Патриот» не было ничего, кроме живописной природы. Буквально за несколько месяцев здесь вырос один из самых популярных туристических оазисов города – база отдыха, атмосфера. Специалист в области экологии и природопользования Елена Щукина вместе со своей командой решили значительно расширить сферу деятельности. От оформления землеустроительной документации и проведения кадастровых работ перешли к событийному наполнению территорий. Раньше у нас была работа, где у нас есть определенный план действий, мы особо из него не выходили. А сейчас это взаимодействие с большим окружением людей, с разными структурами. И поэтому это совсем другое. Сейчас мы вливаемся. Что влились, рано еще сказано. Мы пока постигаем все азы, мы учимся. Успешная компания, имеющая пятилетний опыт работы на рынке в сфере туризма, оказалась новичком. Треугольные или круглые шалаши, палатки или обычные срубы даже на этапе составления бизнес-плана и определения основных объектов было очень много вопросов. Самый главный – как совместить идеальное место дислокации, а это, несомненно, таежный уголок, с условиями класса люкс. Ответы на многие вопросы инициаторы искали вместе со специалистами городской администрации и профильных департаментов округа. Округ очень заинтересован в сфере развития туризма, особенно внутренне. Мы в этом году участвовали в двух субсидиях департамента промышленности возмещения на строительство глэмпинга. Сейчас идет конкурсный отбор, он уже завершается на возмещение по транспортным средствам. Посмотрев глазами предпринимателя на то, что уже давно не удивляет коренных жителей, сама Елена сразу поняла, что туризм и север – понятия не просто совместимые, а созданные друг для друга. Однако в наших климатических условиях и в свете последних тенденций туристического бизнеса каждый день непредсказуем. Учимся бороться с угробами, учимся правильно принимать решения, когда у нас достаточно низкая температура, как правильно отопить наши шатры, когда это начать, чтобы те гости, которые к нам пришли, были всегда в тепле и в уюте. У нас клиенты, они хотят проводить мастер-классы с удовольствием, у нас очень много мастер-классов проходит. Кто-то делает романтические вечера, дни рождения, очень много всяких детских дней рождения. Уходящий год изменил ритм жизни основателей атмосферы кардинально. Они не только в ускоренном порядке освоили азы экономической и технической составляющей современной базы отдыха, сами с головой ушли в экологический, развлекательный, спортивный туризм, но и стали активной частью бизнес-сообщества города. Мы действительно очень много сил, возможностей вложили в развитие атмосферы. Это прям реально, действительно можно назвать прорывом. Весной команда планирует перейти ко второму этапу реализации проекта – введению в эксплуатацию гриль-домика и сооружению веревочного парка. Сказочные шатры на Лазурном берегу – это только начало истории про новый формат организации отдыха. Впереди у креативной группы еще много идей. Главное, теперь есть понимание, что туризм и гостеприимство – синонимы непочатый край работы, сплошные перспективы, а природа сама подсказывает невероятные варианты ее использования. В 2022 году деятельность администрации района была направлена на решение задач, поставленных президентом России, губернатором Югры и Думой района. Так, на территории Нижневартовского района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построено более 73 тысяч квадратных метров жилья. А к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию еще 37 тысяч квадратных метров. Общая сумма 1 млрд 241 млн рублей были направлены на решение этой важнейшей задачи. В том числе 1 млрд 888 млн рублей выделено из бюджета автономного округа. Принятое решение позволили улучшить жилищные условия 1438 жителям Нижневартовского района. Ежегодно в поселениях также капитально ремонтируются жилые дома. Объем непригодного для проживания и аварийного жилья сократился в 4 раза. В полном объеме ликвидирован аварийный жилой фонд в Зайцевой речке. Особые слова благодарности сегодня я говорила от лица депутатов поселения Борису Александровичу за то, что такой значимый национальный проект как «Жилье» на территории сельского поселения Зайцевой речки реализован полностью. Я об этом говорю с большой радостью, потому что в прошлое сегодня ушли все дома, ровесники поселка Зайцевой речки. То есть и нашим жителям предоставлены благоустроенные жилые помещения. В рамках проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Народная инициатива» в поселениях проведена большая работа по благоустройству. За пять лет установлено 39 детских и 14 спортивных площадок, обустроено 5 скверов, 20 дворовых и 43 общественных территории. Также в Нижневартовском районе реализуется программа поддержки малого и среднего бизнеса, благодаря которой только в 2022 году финансовую поддержку получили 42 субъекта предпринимательства. За пять же последних лет на эти цели направлено более полумиллиарда рублей. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с теми пандемийными годами, которые завершились уже во втором квартале этого года, и те санкционные санкции, которые были введены, мы видим, что предпринимательство Нижневартовского района выходит на допандемийные показатели. И это очень важно, потому что сегодня все образовательные учреждения нашего поселения, и я уверена, что большинство населенных пунктов Нижневартовского района обеспечены, прежде всего, нашими предпринимателями молочной продукции. Ситуация на рынке труда остается стабильной. Район занимает лидирующие позиции в автономном округе по минимальному уровню безработицы, а также остается самым технологически развитым. Здесь добывается 1,5 частью горской нефти. Одним из важнейших направлений является и улучшение инвестиционной привлекательности района. В 2022 году по программе социальной поддержки населения адресную помощь получили почти 5 тысяч человек на сумму более 43 миллионов рублей. Особое внимание в этом году уделили не только льготной категории граждан, но также и семьям мобилизованных. В администрации района тщательно следят, чтобы ни одна просьба или обращение не осталось без внимания. Без внимания Бориса Александровича и команды Нижневартовского района не остается забота о людях пожилого возраста, о жителе коренной национальности. И что очень важно сегодня, конечно же, это также внимание очень большое уделяется мобилизованным семьям. Глава района выразил признательность жителям, принимающим участие в специальной военной операции, мобилизованным, контрактникам, добровольцам, сотрудникам Росгвардии. С 4 марта в поселениях открыты 9 пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Луганской, Донецкой народных республик, мобилизованных граждан. Также в уходящем году в районе приняли 25 детей из Макеевки. На протяжении трех недель они отдыхали и поправляли здоровье в загородном лагере «Лесная сказка». Много сделали для того, чтобы создать им комфортные условия для оздоровления и восстановления. И готовы принять детей из вновь образованных субъектов Российской Федерации для отдыха и оздоровления в течение любого периода. Завершая свой доклад, Борис Соломатин подчеркнул, что Нижневартовский район остается лидером в Югре по социально-экономическим направлениям. А все показатели достигнуты в полном объеме. В планах на 2023 год продолжить работу по повышению качества жизни. Достижения ощутимых для каждого жителя результатов. Урай присоединился к «Елке желаний». Это благотворительная акция. Ее целью является помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, в эти дни каждый житель муниципалитета может почувствовать себя Дедушкой Морозом. Для этого нужно зайти в группу проекта во Вконтакте, выбрать и оплатить подарок, который волонтеры доставят до адресата. Добавлю, что в этом году почти 400 маленьких урайцев ждут презентов к Новому году. За пять лет существования проекта удалось исполнить желания почти тысячи детей. Акция «Елка желаний» в этом году дала старт 19 ноября. В штаб Деда Мороза поступило 376 желаний от деток у нас. И жители активно принимают участие. На сегодняшний день еще 115 желаний у нас не реализованы. Но мы надеемся, что каждое желание будет исполнено. И детки на Новый год получат свои заветные подарки. Шарики, рукавички, конфеты – все эти игрушки сделали маленькие югорчане совместно с преподавателями школы искусств. Всего более 50 самодельных украшений в этом году преобразили вход во взрослую поликлинику и ели возле детского отделения. Каждый год ребята стараются создать уникальные игрушки, которыми не страшен холод и снег. Радовать глаз посетителей они будут все новогодние праздники. Это замечательная акция. На самом деле наша задача в эти предновогодние дни не только организовать качественную помощь, но и создать праздничное настроение, в том числе и для наших маленьких пациентов. Мы традиционно украшаем внутренние помещения, холлы нашей больницы. Также проводим внутренний конкурс среди работников медицинской организации. Так скажем, лучшее новогоднее оформление структурного подразделения. В этом году украшают территорию больницы только преподаватели детской школы искусств, хотя все игрушки хранят тепло детских рук, которые их создали. Как всегда, этот процесс становится целым праздником для участников акции. Нарядные поделки отправляются на свои места под новогодние песни и обязательно с хорошим настроением. Преподаватели и дети детской школы искусств сегодня дарят тепло своей души всем детям города Югорска, посетителям больницы и всем-всем нашим югорчанам. И желаем всем детям и взрослому населению города не болеть в этом наступающем новом году. Игрушки для украшения в школе искусств собирали в течение декабря. Все они переходят в дармедутреждению и еще не один раз помогут создать праздничную атмосферу тем, кто пришел в больницу. Татьяна Шакирова, Александр Спорыш, Югорск ТВ Пара фейерверков и новогодних салютов не за горами. В окружном Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать, использовать и хранить пиротехнику. По словам специалистов, покупать их следует только в специализированных магазинах. При покупке нужно обратить внимание на внешний вид. Упаковка должна быть целой, без подтеков и вмятин. Призывают следить и за сроком годности. Просроченные изделия могут работать непредсказуемо. В фейерверке запрещено хранить во влажном или в жарком помещении, вблизи обогревателей. Также не следует носить их в кармане и провозить в автомобиле. Перед применением следует изучить инструкцию. Если возникнут вопросы, можно обратиться в Роспотребнадзор. Первый пункт профилактического мероприятия – магазин «Наш сад» в Советском. Здесь торгуют не только пиротехникой. Однако специалистов интересует именно отдел по продаже фейерверков. Они тщательно проверяют маркировку, где должен быть обозначен класс опасности, срок годности, инструкцию по применению, а также осматривают условия хранения салютов. Улучшает срок годности. У нас еще не истек. Механических повреждений нет в корпусе, упаковке. Этуализация как бы возможна. Продолжился профилактический визит специалистов в магазине «Русский фейерверк». Здесь новогоднего арсенала на любой вкус. От бенгальских свеч, настольных фонтанов и хлопушек до артиллерии поэффектней и поопасней. Пиротехнику проверяют на качество и наличие соответствующих документов. А продавца на знание – теоретической части. У нас есть гарантия. Если ассалют не взрывается, мы можем обменять. Также говорим о технике безопасности. А если к вам придет 15-летний ребенок? Он не продает. Продаете? Конечно. Мы даже не продаем. Рассказывайте, как применять, как использовать. Конечно. Продавец без вопросов демонстрировал сертификаты на товар. Как оказалось, и продукция, и помещение соответствуют правилам безопасности. Торговый павильон чисто предназначен для технических изделий, реализации, где других товаров нет. Для других магазинов порядок размещения этих изделий должен быть таков, что не должно быть доступ посторонних лиц, покупателей, чтобы они потрогали сами, какие-то действия произвели. Должны быть 4 метра как минимум от пути эвакуации, от выходов эвакуационных. И если в случае нарушений продавцы отделаются штрафами, то покупатели за несертифицированный товар и несоблюдение техники безопасности могут заплатить своим здоровьем. Ведь некачественные салюты могут стать причиной ожогов и травм. В части происшествий, если взять в целом по территории хантоматистического округа, да, происшествия практически у нас происходят ежегодно. Бывают происшествия, в том числе с трагическими последствиями. Даже безобидный с виду бенгальский огонь в руках ребенка может привести к большой трагедии. Чтобы новогодние выходные не омрачили настроение, нужно покупать праздничную продукцию в специализированных магазинах, где есть сертификат на каждый товар. И обязательно перед запуском салютов ознакомиться с инструкцией. Галла Рублевская, Иван Лободин, телеканал Первый Советский. Нахожусь возле Тихино-Сенкино-4. По предварительному разведке очень сильное задымление в третьем подъезде. Многоквартирный жилой дом с низкой степенью огнестойкости окутан огненным пламенем. По легенде пожарно-тактических учений возгорание произошло на втором этаже. Тренировочная эвакуация, возгорание дома. Одеваемся и выходим на улицы от автобуса. Причиной возникновения пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. Жильцов дома эвакуировали в спецавтобусы, которые доставили нягонцев в один из пунктов временного размещения. Всего их в Нягоне семь. Шесть расположены на базе общеобразовательных учреждений. Пожалуйста, проходите, чтобы не мёрзли. На улице хоть и не очень холодно, но и не очень жарко. Это я одна? Нет, почему? Кто ещё сидит в машине? После эвакуации жильцов на территории многоквартирного дома был развернут оперативный штаб, который поддерживал постоянную боевую готовность сил и средств 4-го пожарно-спасательного отряда. 12 взрослых, двое детей эвакуировано с настоятельностью. А количество проживающих сейчас информацию уточним. Данное учение проводится ежеквартально, но особенно в преддверии новогодних праздников в связи с увеличением количества пожаров в жилом секторе. В этом году у нас произошло 36 пожаров в жилом секторе, что на 24% превышает аналогичный период прошлого года, а гибель увеличилась на 400%. Чуть меньше часа потребовалось огнеборцам для ликвидации условного пожара. В учениях было задействовано 7 единиц техники и чуть больше 20 человек личного состава 4-го пожарно-спасательного отряда. Участники учений получили положительную оценку. Из-за нелепых ошибок невнимательности и халатного отношения к правилам дорожного движения и со стороны водителей, и со стороны пешеходов в Советском районе с начала года произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых двое детей получили травмы различной степени тяжести. Еще одно ДТП с участием пешехода произошло накануне на регулируемом переходе на улицы Гастелло. Невнимательно переходят в проезжую часть. Не убедились дети, что транспортные средства остановились, водители их заметили и пропустили. У нас происходит беда. Чтобы отвести беду, госавтоинспекторы проводят профилактические беседы с юными участниками движения. Напоминают о правилах безопасности на дорогах, убеждают в том, что переходить проезжую часть важно только в разрешенных местах и рекомендуют пешеходам использовать светоотражающие элементы в темное время суток. Нам уже в класс приходили, и я уже знаю эти правила, и я их никогда не хочу нарушать, потому что это очень опасно. Я жду, когда машина останавливается, потом переходят дороги. Мероприятие очень классное. Запомнилось, что не надо баловаться, когда отвлекаешь родителей, когда они за рулем. Резкое изменение погодных условий вызывает необходимость напомнить о безопасности на дорогах и водителям. Останавливая автолюбителей, инспекторы рассказывают о том, что зимой на дорогах заметно ухудшается видимость. Из-за сугробов ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Да и автомобиль может попасть в занос. Потому стоит быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Мы напоминаем водителям о том, что у нас приближаются новогодние выходные. Дети будут появляться на улице, будут гулять, будут веселиться. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим. При перевозке несовершеннолетних используйте детское удерживающее устройство. Каждый день вашего ребенка должен быть безопасным. Окружная акция по зимней дороге без ДТП продлится до конца недели. Ведь только совместными усилиями взрослых и сознательным отношением к соблюдению правил дорожного движения каждым участникам можно сделать каникулы радостными, а главное – безопасными. Галла Рублевская, Александр Ахрамович, Телеканал Первый Советский.